Всех приветствую на своем канале. Это долго собиравшийся обзор. Очень долго я его собирала делать, еще когда вот этот чай, но эта коробочка не родная, был в единичном виде. И про него я говорила еще в предыдущем, наверное, или в предпредыдущем влоге деревенском своем. В общем, оба чая мне подарены моей подругой, которая у меня прилично так старшая. Я ей сейчас соброшу, сколько она младше моей бабушки на 10 лет. В общем, ей в этом году в октябре где-то стукнет 10 октября, по-моему, а не с моим племяшкой в один день. 80 лет. Короче, семья 33, ей 80 лет. На 47 лет она получается меня старше. Это конкретная бабушка такая, я бы ее могла звать бабушкой, я зову ее тетю Валей иногда по имени-отчеству. Вот такое вступление. Это будет чайный обзор. И один чай мне, она привезла, вообще она привезла себе мне, ну, в общем, много и поделила по частям. Из Гамбурга она в мае ездила в Германию к своим друзьям, которые когда-то жили в России. И, как я поняла, там три травы. И эти травы растут в Германии, в Гамбурге, и они их там, было сказано, собирают. И вот ее этим чаем поили, ей он очень понравился. И не поверите, вот я, которая экспериментирует над всякими травами на себе самой. Всякие, ставят опыты с едой, как мне было сказано тут товарищем одним. Поругал меня, правда, это было сказано. Такой ругательной горми мне было вынесено, что я там ставлю всякие эксперименты на себе и с едой, и, соответственно, испорчу себе здоровье нафиг. Я в свое время как-то скрестила зеленый чай с ягодами облепихи из компота. И у меня, ну, столовая ложка, допустим, примерно такой чайник был, этих ягод облепихи, там, чайная ложка, допустим, зеленого чая. У меня очень быстро резко попало давление, оно у меня и так за низкое. Но я к тому, что вот я на всякие эксперименты гораст, а тут, глядя на этот чай, очень долго стремалась его заварить и попробовать. И все-таки я его заварила на днях. Вот я не так поставила наискосок. Вот это вот все-таки оно вот здесь должно стоять, а вот это счастье вот здесь. Этот мешочек просто уже не будем, ну, можно сказать, мультиш. Но на самом деле сейчас там находится, как ее там, пижма. Я эти какие-то не ягоды, цветы, короче, сушеные корзинки пижма. Но просто показать уже потом этот мешочек, когда перейду к нему, скажу. Ну, в общем, вот, тут у меня два стопоря черепами мои любимые. Песня какая-то и была, что-то берег этот и тот. Я когда сюда все это несла, так что-то у меня вспомнилось. Правда, про череп. Череп этот и тот. Черепа вы мои черепа. Череп этот, а также вот тот. Да, если вам интересна тема чая, то оставайтесь со мной, если не интересен. Кидайтесь тапками в самих себя и валите куда подальше. Ну, можете не ловить, если вы мазохисты. Что-то вспомнила год назад. Товарищ один, когда мы не понимали, что вот у нас разные стили общения, точнее, он понимал, и до меня не доходило. Сказал, что я готов терпеть. Я сказала, ты что, мазохист? Да, мазохист. В общем, если вы мазохисты, то тоже оставайтесь со мной. Сейчас я открою, в общем. Тут три составляющие. Блин, вечно эта хрен как открыта. О, открыла. Я постараюсь как-то это показать ближе. Может быть, отдельно засниму и вставлю вот так, врежу. У меня тут вообще на бумажке. У меня много чего тут на бумажке. Я часто так пишу на бумажке, что не забыть, что сделать и так далее. Потому что могу забыть. Или могу забыть, что собиралась делать. Или что-то такое. В общем, тут я чисто записала, чтобы не забыть, что я тогда подумала, что это. Мне кажется, что тут лист березы, потом бутонный роз. Знаете, вот такие вот, бывает такая, пяти-шести. Ну, розовая такая роза. Типа шиповника, но, можно сказать, дикая роза, декоративная роза. Или там какой-нибудь такой декоративный шиповник. В общем, роза розовая. И мне кажется, что это цветы османтуса. На самом деле, у меня есть османтус. Я его, по-моему, еще не обозревала из своей чайной коллекции. Это не из чайной коллекции, это просто чайный обзор. Ну, в принципе, можно сказать, что и чайная коллекция, потому что он у меня. Но все-таки это, наверное, чайный обзор, потому что недавно подарили. А не то, что у меня там когда-то было куплено и, допустим, покупалось, или еще стоит какой-то склад пуэра. И я погуглила в Яндекс этот османтус, потому что не очень было уверено, что он растет в Гамбурге. И мне кажется, что он все-таки там не растет. Я, пожалуй, просто буду вот доставать. Возможно, кто-то поймет или знает. Или вдруг меня кто-нибудь смотрит, живучий, находящийся физически в Гамбурге. Или там где-то рядом в Германии. Возможно, меня все еще смотрит Наталья из Германии. У меня там канал Наталья из Чарль, или что-то в этом роде. Которая все духаха, духаха, духаха видосы снимает. В общем, вот такая вот веточка. Еще такая же веточка. Вот еще такая же веточка. Пахнет оно какой-то сухой травой. Каким-нибудь березовым веником. Листья, мне кажется, что это все-таки березовые листья. Потому что я когда-то сама собирала тоже березу. На всякие свои чайные эксперименты, и не только чайные. И мне кажется, что это все-таки береза. Ну и роза, там уже понятно было, что эта роза, это даже без этого, блин, очередной. Даже в круглой комнате я найду угол. Или угол найдет меня. У меня где-то в середине дня дико болит колено. Когда пришла с работы, оно у меня еще сильнее заболело. Я так и не поняла. Колено такое загорелое, и другое тоже загорелое. И не пойму, то ли там это синяк такой, то ли это так загорело. Но что-то вот оно у меня болит. Это я к тому, что вот про эти углы. Все-таки мне кажется, что, наверное, это все-таки береза. Листья березы. У меня где-то есть листья березы, но я не помню где. И чтобы его найти и нюхать, это, наверное, для меня полтора надо. Потому что я буду искать листья березы, потом найду еще что-нибудь интересное. И в результате так разберусь в каком-нибудь шкафу по 25-му разу. В общем, вот такое вот. У меня он есть, но мне кажется, он желтоватый. Я посмотрела, правда, там и белый встречался, и еще какой-то. Может быть, а с мантус разный бывает. И вот когда мне тетя Валя откладывала вот такие вот комочки, а тот чай, который потом я вот, ну, как выяснилось, я вам еще тогда в видео говорила, что его Мойка сожрала в таком же вот мешочке, но другой, тоже сбербанковский. Значит, по наркосбербанков, не знаю, где она там, она с кем только не работала, эта тетя Валя где-то не была, в прямом смысле. Ну и я подумала, что вдруг этот чай тоже какой-нибудь такой странный, но она так расхваливала. Я подумала, ну, что она вроде как тетя Валя пила получается, еще как бы вполне себе живая. Вот, значит, у нас тут записточек этой розы. Я стала писать видео, и я даже не заметила время. А еще суть такая, что я тут редактировала вчера перевод Кусаноги Мебуки, товарища нашего япониста. И как раз теста ради, но, правда, это все удалило, мне было интересно, у меня там третий режим какой-то, какое качество, вот сейчас на этот третий режим снимаю, какое там качество будет, хуже или лучше, или такое же одинаково. Мне просто интересно, какой объем вот этого формата, видео исходного, и, когда я его скину на комп, и, в общем, это, ну, как поставила вообще так, поняла, что я давно не писала вам АСМР, подумала, этот чай какой-нибудь обозрительный, потом подумала, что вроде как-то оно не совсем катит. И просто, когда я редактирую, я иногда шепотом или тупо громко вслух перечитываю, чтобы понять, где мне диссонанс, могу называть фраза. И, в общем, 29 минут 50 секунд у меня пишет видео трех вариантов. Супер качество, качество, супер-супер качество и вот это качество, на которое я сейчас снимаю. В общем, на время-то я глянула, я, правда, не помню. Вот, тут у меня интернет ловится на одну полосочку меньше мой Wi-Fi. На всю хату его хватает. Ну, иногда он, правда, и в сарайке, где мой велик стоит, тоже ощущается. В общем, я тут, как обычно, начала задать, я закончила не помню чан. Мысли у меня всю жизнь скакали. У меня была подружка, у нее так же скакали. Короче, в общем, вот такой чай. И когда я тут увидела чай, поняла, что там мой, думаю, блин, вот как-то есть его неохота. Ну, стрёмно-стрёмно. А когда заварила, слушайте, я поняла, что вот... Я еще тогда заварила, я подумала, мне из Греции привозила подружка как-то такой чай, который... Растение, я как-то, я не помню, как его звали. И оно растет, значит, его на горах, его там жрут какие-то козлики, ослики и овечки. Кто-то такой парнокопытный, короче. Я подумала, блин, я... И выглядел он как плесень. Я помню, я его заварила в этом чайнике, пришла моя тетя и пыталась угостить. Она, ты чё, плесень? И вот я подумала, что я пила даже такой чай, который выглядит как плесень, хотя он до желудка очень хорошо помогал, если болел желудок, то можно было его попить. И будет вам кайф. И заварила я всё-таки вчера вот этот чай. Это у меня уже вот здесь вторая заварка, но он не вкусный, не цвет не сменил. Вот это вот счастье. Запах у него такой, ну, как берёзовый веник заварили. Я вот думаю, может быть, берёза в Германии какая-то немножко другая. Потому что некоторые листья, ну, они какие-то берёзовые листики вот такие же, да? А тут иногда такие овальненькие, как-то продолговатое. Есть же карельская берёза? Ну, может, там какая-нибудь тоже такая интересная берёза. И вот я смотрю на них, с одной стороны османтус-османтус, а с другой стороны, вот в каждом цветочке, цветочек 5 лепесточков, такие маленькие 4 кружочка на ножках. Что это за хрень вообще без понятия? Ну, я тоже постараюсь как-нибудь заснять это и, может быть, врезать, вставить в видео, вот, кусочком, как вблизи, вот, как он выглядит. И вот тут у меня этот наш чаёк. Не перепутать будем. Я несла, потом думала, блин, а какой из них какой. Видно, что они всё-таки по цвету различаются, но и по составу, в принципе, не тоже различаются. Состав я там зачитаю. Тут-то я думаю, что это роза, османтус и берёза. И, как мне сказала теть Валя в Гамбурге, её друзья считают, что-то офигеть какой полезный. Они чуть ли его не круглосуточно, не круглогодично пьют, и чуть ли не постоянно только его. На удивление, он очень приятный наркоз, но я не могу конкретно передать, что именно тут. Чуть заметная кислинка присутствует даже. Вот что-то такое, вот, у меня к чему-то ощущение, на самом деле я терпеть могу баня, я всё время там падала в уморок, сколько себя помнила. Даже если не успела ещё упать, то вымолась и тут же упала. Ну, как-то вот так. У нас в деревне там до сих пор есть баня, у деда двоюродного деревянная. Ну, и хочешь, не хочешь, тебя туда толстали. Вот хочешь ты под душиком, а тебя туда тащат. И вот все эти берёзовые веники, там, да, вот эти прибамбасы банные, вот у меня ощущение такое, что и по вкусу, и по запаху немножко чем-то отдаёт вот таким вот банным берёзовым веникам. Ну, может, потому что действительно это лизберёзы. Ну, вот вторая заварка. Я разбавляла уже горячей водой, ну, согрела чайник. У меня где-то чуть больше половины был заварки. И, можно сказать, одна треть кипятка. Уже он немножко такой, кажется, жидковатым. Ну, скажем так, что вот если бы я одной заварки налила, было бы вот нормально, да? Здесь он уже немножко такой, как разбодяженный. Соответственно, я не в курсе, какая там должна быть дозировка на чайник. Я сыпнула веточку одного, веточку другого листики. Тут у меня пара листиков. Сколько-то там лепесточков розы. Точнее, даже три листика. У меня тут берёза, несколько лепесточков розы. И такой вот комочек этих непонятных цветов. В общем, вот такой вот у меня этот самый. И вот это наше счастье вблизи. И батарея у меня, оказывается, разряжается. Я её умудрилась не зарядить. Ну, что-то я как-то её давно не заряжала. И вот он у меня вот здесь вблизи мокрый. Ну, и в стаканчике. Ну, и, пожалуй, вблизи покажу то, что я сейчас буду обозревать. Он тут тоже второй же заваркой. Тут много всякой такой штуки. Ну, я, конечно, это зачитаю, но если что, вот, может, кому-то будет интересно. И сам решится собрать себе сбор. Ну, и стоя тут, и вы, я так понимаю, посмотрели то, что я тут обещала показать. В общем, вот этот мне она подарила в последний раз, когда я была в деревне. Ну, и в этом мешочке сначала он сам и находился. Ну, так как мне в деревне надо было куда-то убрать то, что уже она собралась и насохла, то я решила, что этот мешочек можно поэксплуатировать. Тут такая шелково-зеленая ленточка. Он сам леной мешочек. На нем была вот на этой ленточке вот такая вот чай-букет Алтая. С Новым годом, сентябрь, 14-го года, сроком до сентября этого года. Ну, тут совсем немножко осталось, я как раз успею его допить. И рекламка типа Сбербанк. Обладает общекрепляющим действием, повышает работоспособность, выносливать и сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Состав смородина лесная, я так поняла, что это лист, потому что из ягод я там только шиповник увидела. И вот, честно признаюсь, некоторые растения я еще не гуглила, я вообще не представляю, что это. Возможно, я знаю, как оно выглядит внешне, потому что много растений есть, которые я или не помню, как они называются, или тупо не знаю, но знаю, что вот они типа офигеть полезные. В общем, смородина лесная, мелиса, лаванда, зверобой, ромашка, чебрец, кипрей, шиповник, плоды. Вот здесь я даже не знаю, возможно, ударение не так произнесу. Дербенник, боярышник цвет, подсолнечник от цвет, земляника, первоцвет, лобазник, малина и мята. И способ применения, заварить одну чайную ложку на стакан кипятка настоять 20 минут. Ну, на самом деле, я кидала больше, чем чайную ложку, когда я кидала именно чайную ложку, а когда я кидала, сколько насыплется. Здесь уже, конечно, мало осталось, но мы с тетей Валей пили у нее его, я так поняла, что она собиралась подарить мне, попробовала, но ей очень понравилось. В общем, пол пакетика выпила она, половинку, половинки, в общем, треть пакетика той половины, ну, в общем, треть половинки, скажем так, выпили мы с ней, когда я к ней приезжала в гости, в соседней деревне, там несколько километров на Верике. И вот то, что у меня сейчас осталось, я уже несколько раз его заваривала, в смысле, не только вот этот вот вообще, а несколько раз сама пила уже его. И когда я поняла, что его уже мало остается, то решила, что, наверное, уже надо как-то это обозреть, взять себя за жаблю и обозреть. Тут уже мне тут такой мелкий остался, самый-самый такой. Ну и сейчас просто вот скажу, как оно пахнет. Пахнет оно, знаете, такие травяные сборы бывают. Мне как-то с Крыма привозили, когда еще Крым был Украиной, привозила мамина подруга, у нее там родня на Украине, и очень много всяких разных сборов. У меня какие-то я успела выпить, какие-то у меня умудрилась ожирать моль для того, как я попробовала. Какие-то у меня начала ожирать моль, когда я их уже пила. Ну и в общем, а какие-то просто вот ну мне даже сестра привозила с юга, в общем, какие-то у меня стоят еще даже не открытые, но срок у них еще не прошел. Я к тому, что вот они все какие-то примерно одинаково пахнут. и кажется, что когда их будешь заваривать, они жуть какие-нибудь вкусные, потому что некоторые действительно с горчинкой, там где-то какой-то травки больше, где-то какой-то меньше, некоторые такие специфические, а некоторые очень даже приятные на вкус. Вот это тут приятный на вкус. Что в сухом, что в мокром виде пахнет он одинаково, оставляя желать лучшего. Ну и вон, как я говорила, он темнее. Тут тоже где-то одна треть кипятка и две трети самой заварки. Пока я говорила, он остыл. И он слегка такой, но он приятный на вкус. Он слегка мяткой отдаёт. Такой вот свеженькой чем-то таким. Да, тут мятка последняя валяется. Ну в общем, довольно приятный на вкус. Я им запивала еду, как говорит мой приятель, технический чай. Я, правда, я раньше думала, что технический чай это чёрный сладкий, крепкий, чёрный крепкий с сахаром. В общем, и просто так, и с конфетами он вкусный, и не с конфетами, и там супчик запить какой-нибудь, или овощи, тушёные, или просто так попейте в холодном виде, и вот уже очень даже приятно. Я думаю, можно собрать самим или если нет каких-то компонентов, или вы как я смотрите, так в глаза выпучив, что это за трава такая, где она растёт. Ну, я думаю, что может быть такие тоже продают где-то. правда, правда, иногда между зубов, не знаю, как у вас, меня сейчас затяло между не молочным зубов, иногда какая-нибудь травина застревает. Ну, в общем, вот такой у меня обзор был, такого вот подарочного чая, если вам было интересно, и вы оселили это до конца, то я очень рада, и вам позитива, и всем по чаю, да, если что, welcome to hell, напою, может, даже спать уложил диван тут, или на пол, или просто выглюю. Ну, и до новых встреч, постараюсь записать что-нибудь ещё, но, может быть, уже, правда, не сегодня, ну, я там помню, у меня какие-то, я что-то обещала, этих самопальных игрушек, ещё тут ройбуш, ну, в общем, постараюсь записать, по крайней мере, постараюсь не пропадать, как у меня тут было, когда я вроде в городе, но ничего не писала. В общем, пока!